Ребята, всем привет! С вами снова я, Линда, и мой канал Итальянский наизнанку. И сегодня мы будем учиться рассказывать о нашем распорядке дня так, как это сделает носитель языка. Как я уже говорила в некоторых своих видео, я часто устраиваю такой тест для своих учеников. Расскажи мне о своем дне. И что я слышу? Такими простыми предложениями мы описываем свой день. Это все, конечно, правильно и замечательно. Но если мы остановимся на этом, то мы никогда не будем развиваться. И мы никогда не достигнем уровня носителя языка. А все почему? Потому что мы не используем слова-коннекторы, которые у нас соединяют две части предложения воедино, делают таким образом конструкцию более интересной. Также мы не используем какие-то сложные глаголы. Мы не используем наши оценочные какие-то предложения, суждения, для того, чтобы сказать, там, был замечательный день, когда плохая погода, то я то. Когда там идет, не знаю, светит солнышко, то я делаю это. То есть мы делаем все по шаблону, и при этом мы этот шаблон не улучшаем. То есть иногда бывает так, что человек очень хорошо знает итальянский, но о своем дне все же рассказывает так стандартно, да, ваду, мизвелью и так далее. Поэтому в этом видео я собрала классные фразы, которые помогут вам расширить ваш словарный запас и рассказать о своем дне так, как бы это сделали носители языка. Если вы готовы, тогда поехали! С чего мы начинаем наш день? Конечно же, с пробуждения. Ми сглубим. Ми сглубим. Ogне mattина ми сглубим. 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 Dopo aver spento la сглубим, passo 10 минути nel letto a controllare i messaggi. Dopo mi alzo e vado a fare un po' di gиннастica. Или же, dopo mi alzo e se ho un po' di tempo, faccio un po' di ginnastica. Затем можно сказать Илья же, dopo di che, vado a preparare una buona colazione con el succo di frutta, lo yoghurt e un po' di cereали. Также можно сказать Dopo aver fatto colazione, prendo i mezzi pubblici e arrivo in ufficio verso le nove. Или же, prendo la macchina e vado in ufficio in macchina. Затем поговорим о нашем обеде. Verso l'una, ho una pausa pranzo. Di solito, ho trenta minuti di pausa e devo mangiare in fretta. A pranzo, generalmente, vado in mensа. Oppure, mi porto il pranzo a sacco per risparmiare. Verso le sei di sera, spengo il mio computer e mi avvio verso la casa. Или же, verso le otto, spengo il mio computer e torno a casa. Prima di tornare a casa, passo al supermercato per prendere due cose che mi servono per preparare la cena. Или же, subito dopo il lavoro, vado al supermercato a fare la spesa. Если вы хотите сказать, что затрачеваете сколько времени на дорогу, вы можете сказать следующее фразу. Ci metto circa 20 минути per arrivare a casa. Затем можно сказать следующее фразу. Когда arrivo a casa, mi cambio e inizio a preparare la cena. Di solito, ceno verso le sette и mezza, oppure verso le otto, e dopo mi rilasso sul divano a guardare la tv, oppure leggo un libro, oppure un giornale. A volte, навigo su internet, oppure chiacchiero con le mie amiche. Закончить наше повествование можно следующими фразами. Verso le dieci, mi preparo una buona tizana. Prima di andare a dormire, mi strucco e mi lavo il viso. Dopo, spengo tutte le luci e vado a letto. Domani se ricomincia. Таким образом, если вы будете использовать эти фразы, вы также можете составить другие фразы, но главное, чтобы эти фразы были отличными от того, что вы привыкли постоянно говорить. Если вы всегда говорите mi zvelio, dopo faccio la docia, dopo faccio colazione, dopo vado a dormire, у нас рассказ будет одинаково плоским. Если вы добавите какие-то интересные подробности, то это будет уже выглядеть более интересным, живым и настоящим, не книжным. Если вы хотите потренироваться, пишите в комментариях, что вы делаете в течение дня. Какой ваш день? Come la vostra giornata tipo? Ребята, на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Я надеюсь, вам был полезен и понятен такой формат видео. Я постаралась оставить везде субтитры, чтобы вы смогли прочитать и понять перевод, и говорить как можно меньше на русском и больше на итальянском. Если вы хотите потренироваться, не забывайте оставлять ваши комментарии и ваше описание вашего дня прямо в комментариях. А также, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите прокачать таким образом, пишите ваши идеи. Я постараюсь учесть их в следующий раз, когда буду делать новые видео для вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok